Полномочия Владимира Зеленского будут продлены из-за невозможности проведения президентских выборов в Украине. Однако Россия, как и ожидалось, усиленно пытается дискредитировать Зеленского. Мол, согласно Конституции, президент Украины избирается на пять лет, и срок пребывания действующего президента должен был бы завершиться 20 мая 2024 года. Владимир Путин предпринял попытку расширить известную российскую ИПСО, направленную на прямой подрыв легитимности президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Путин заявил, что политическая и правовая система Украины должны определить, будет ли Зеленский по-прежнему считаться легитимным президентом Украины, когда его первый срок технически истечет 20 мая. Из доклада Института изучения войны. Главная задача российского ИПСО – деморализация украинцев и подавление их сопротивления, ведь на поле боя российской армии это сделать не удается. Для распространения дезинформации, мобилизации, легитимности украинской власти, россияне планируют использовать социальные сети. Не имело стратегического успеха все эти три года. Столько будет войне скоро. Они решили расшатывать общество, расшатывать тыл, чтобы облегчить эту задачу. Но пока мы не видим никаких признаков того, что в обществе действительно возникли сомнения, является ли легитимным парламент. Попытки России посеять смуту среди граждан Украины и западных партнеров бессмысленны, уверены эксперты. Ведь все действия украинской власти законны, в отличие от российской, где по желанию кремлевского диктатора переписывают Конституцию, чтобы обнулить сроки его пребывания на должности президента. Легитимность президента Украины определяет статья 108 Конституции. Она гласит, что по истечении пятилетнего срока полномочия президента не прекращаются автоматически. Они прекратятся только после инаугурации новоизбранного президента. Конституция Украины была разработана с учетом возможного российского вторжения, а входившие в Конституционную комиссию депутаты были закаленными советским гулагом-диссидентами. Они понимали, что Россия нападет на Украину. И именно это время пришло. Сегодня в украинском обществе наблюдается консенсус относительно законности президентства Зеленского. Украинский народ понимает, что выборы президента Украины должны пройти только после окончания российской агрессии, пишет издание The Economist. Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также объяснял, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны. В то же время запрет содержится именно в законе о правовом режиме военного положения. Прямо запрещено законом о военном положении проведения выборов. И поскольку законодательство, регулирующее выборы, имеет целый ряд требований относительно того, как и по каким стандартам они проводятся, мы тоже прекрасно понимаем, что обеспечить эти стандарты невозможно. И в конце концов есть положение в законодательстве, как и в Конституции относительно парламента. Например, прямо есть норма, предусматривающая запрет в период военного положения проводить выборы. С этим, конечно, согласились и наши партнеры, и общество в Украине прекрасно понимает. Соглашается с тем, что до окончания военного положения проводить выборы в Украине не стоит и практически невозможно. Кроме того, пункт 4 статьи 11 Конституции говорит, что полномочия президента Украины, предусмотренные Конституцией Украины, в условиях военного положения не могут быть ограничены. Нет сомнений в легитимности украинской власти и у западных союзников. Тогда как действующая российская власть как раз и не является легитимной, подчеркивают эксперты. Ведь все выборы, начиная с 2018 года, в России были проведены с учетом незаконного голосования на временно оккупированных территориях Украины. Парламентская Ассамблея Совета Европы не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет призыв к государствам, членам и наблюдателям в Совете Европы, а также Европейскому Союзу прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир. Из текста резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля 2024 года. Легитимность Владимира Зеленского основывается не только на правовых позициях, но и на поддержке граждан Украины, убеждают политологи. Сегодня основной задачей президента остается отстоять украинские территории, особенно на фоне наступления России в Харьковской области и возможной угрозы со стороны Сумской, подчеркивают эксперты. Юлия Грановская для телеканала Freedom.